Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители числовых лотерей. Меня зовут Сергей, и я рад представить вам новый инструмент от лотерейного аналитического сервиса Epicurica, который, как я надеюсь, поможет вам выигрывать чаще и получать больше удовольствия от игры в лотерею. Давайте начнем с того, что вспомним, каковы обычные шансы выиграть в лотерее, в частности, в лотерею 5 из 36 100 лото. Ну, наверняка вы видели не раз эти данные, они есть, как на сайте 100 лото, в открытом доступе, также вы можете их рассчитать самостоятельно, если не знаете, как пользоваться математическим инструментарием для этого. Вы видите, что шансы не особенно высокие. И обычная, так называемая регулярная вероятность выиграть, например, 2 числа, составляет 1 к 8. То есть 2 числа в среднем вы можете выиграть через каждые 8 тиражей. 3 числа через каждые 81 тираж, 4 числа через каждые 2,5 тысячи тиражей, ну и так далее. 5 чисел практически уже вероятность стремится к нулю, космическая вероятность выиграть. Обращаю ваше внимание, что эта вероятность приведена в регулярном смысле, то есть без использования каких-либо систем игры, в частности, без прогнозов от сервиса Epicuric. Поскольку каждый человек, который занимается игрой систематически, он стремится к тому, чтобы обычную вероятность, эту регулярную вероятность изменить в свою пользу, чтобы повысить шансы выиграть. И вот эти числа, они приведены без использования каких-либо систем игры или прогнозов. Теперь на одну секунду представьте себе, что вам нужно угадать только 4 числа, а 5 число будет автоматически подставляться в вашу комбинацию с учетом наилучшей вероятности статистической. То есть ваши шансы угадать 5 чисел возрастут от 1 к почти 400 тысячам, ближе уже к более ощутимым 1 к 2,5 тысячам. Было бы неплохо, правда? Было бы хорошо, если бы можно было так сделать. И вот калькулятор 5 числа комбинации, инструмент, который я сегодня представляю, он как раз позволяет сделать вот это, решить эту задачу. Итак, что же такое калькулятор 5 числа комбинации? Это еще один инструмент от сервиса Ипкьюрика, который вычисляет с наибольшей вероятностью 5 число для вашей комбинации на основании имеющихся у вас 4 чисел. Здесь мы рассматриваем этот инструмент на примере лотереи 5 из 36 лото, поэтому называется калькулятор 5 числа комбинации. Если бы вы играли в лотерею 6 из 45, это был бы калькулятор 6 числа, то есть на основании 5 существующих 6 число угадать. Если бы это было 7 из 49, то 7 числа, ну и так далее. Другими словами, вместо того, чтобы угадывать 5 чисел, вам нужно угадать всего 4 числа, а 5-е, наиболее статистически вероятное для этой комбинации, вам предложит сам калькулятор. Это число может быть разным в зависимости от того, в какие числовые каналы А, Б, С, Д и Е вы разместите имеющиеся у вас 4 числа, вот как в этом примере. Вы можете быть озадачены тем, какое число будет первым в канале А, вы можете интересоваться тем, какое число будет вторым, третьим в канале С, четвертым в канале Д или пятым в канале Е. В зависимости от этого вы будете размещать числа в соответствующий канал. Поэтому из каждых 4 чисел у вас получится фактически 5 чисел. Вот 4 числа здесь, 5-е выдается, 4 числа здесь, 5-е выдается, ну и так далее. Звучит хорошо, правда? Но возможно ли такое? Давайте рассмотрим, возможно ли это и почему. На основании чего? Возможно предсказание 5-го числа. Если вы смотрели наше видео про индекс редкости комбинации, то наверняка помните, что самым первым шагом в изготовлении индекса было упорядочивание чисел в архиве по возрастанию. В результате чего из безликого набора чисел получалась вот такая вот система из каналов А, Б, С, Д, Е с четкой внутренней структурой. Если не смотрели эти видео, обязательно посмотрите. Это позволит вам легче понимать то, о чем пойдет речь здесь дальше. Для создания калькулятора 5-го числа нам также необходимо начать с упорядочивания чисел в архиве комбинации, поскольку эта процедура позволяет вскрыть такое качество, важное качество чисел в комбинации, как взаимозависимость этих чисел между собой в позициях А, Б, С, Д и Е. Таким образом, с этими числами можно будет обращаться уже не как просто со случайными числами после упорядочивания, а как с сильно коррелированными случайными величинами. Это очень интересное понятие, на самом деле, и явление. Оно требует отдельного рассмотрения. В этом видео мы не будем в это сильно погружаться, но мы оставим ссылку в описании, ссылка на стороннее видео, где рассматривается этот вопрос. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, проходите по ссылке и смотрите это видео. Итак, еще раз. Упорядочивание позволяет нам выявить такое качество чисел в комбинации, как их взаимозависимость между собой. Теперь, насколько, как можно выявить эту взаимозависимость и насколько статистически взаимосвязаны числа в этих каналах А, Б, С, Д и Е. Как это понять? Степень взаимосвязи каких-то величин обычно определяют с помощью вычисления коэффициента корреляции, который меняется в интервале от минус единицы до единицы. Если вам интересно, что такое корреляция более подробно, то мы оставим также ссылку в описании, чтобы вы могли пойти и посмотреть. Сейчас мы опускаем здесь какие-то детали, но в целом логика очень простая. Чем ближе этот коэффициент корреляции r к нулю, тем меньше величины связаны между собой. И наоборот, чем r дальше от нуля в любую сторону, тем сильнее эта взаимосвязь. Теперь, если вы с помощью любой математической или статистической программы сделаете простой корреляционный анализ в лотерейном архиве, который упорядочен уже по каналам А, Б, С, Д и Е, то получите вот эту красноречивую картину. Эти цифры, вот здесь в таблице, означают, что числа в лотерейных комбинациях находятся в отношениях взаимной зависимости, то есть они не совсем случайны друг относительно друга. Вот вы видите, число А, оно взаимосвязано с Б, С, Д и Е. Вот вы видите, естественно, с самим собой, оно взаимосвязано на единицу, то есть на 100%. С соседним числом Б, оно взаимосвязано на 0,63 из одного, из единицы, возможно, то есть это достаточно много. С С уже чуть меньше 0,44, ну и так далее. Число Б, например, смотрите, взаимосвязано с С на 0,70, еще больше. Д взаимосвязано с С на 0,71. И, видите, убывает в эту сторону, тепли взаимосвязи, но она все равно присутствует. Что это все для нас значит, эти красивые цифры? А это означает, что если они связаны, если показывает статистика, то мы можем попробовать вычислить, например, число А, зная числа Б, С, Д и Е. То есть, зная вот эти четыре числа, мы можем попробовать предсказать, каким же будет А статистически значимо, с точки зрения предыдущей статистики. Попробуем определить вот это самое число А на основе соседних четырех, Б, С, Д и Е. У большинства статистических программ есть возможность показывать выявленные корреляции в виде графиков с описанием уравнений, которые приближенно описывают каждую такую взаимосвязь. Вот, например, таких вот. Вы видите, что вот эта строчка, которая говорит о взаимосвязи числа А с соседними числами. И вот графическое представление этих цифр, которые присутствуют здесь. А вот уравнения, которые в приближенном виде, насколько это возможно, описывают, например, как вычислить число А, если мы знаем Б, как вычислить число А, если мы знаем С, ну и так далее, Д и Е. Теперь, как конструктор, соберем общее уравнение для числа А. То есть, мы просто складываем вот эти вот четыре части и усредняем. Получается некая общая конструкция, которая позволяет предположить, что если мы знаем вот эти четыре числа, то, скорее всего, число А будет таким-то, таким-то. Значит, формулы для нахождения чисел Б, С, Д и Е, они делаются аналогичным образом. Мы не будем здесь об этом подробно рассказывать, они делаются таким же образом. Теперь вопрос, насколько точные получаются результаты. Это важно, чтобы проверить, насколько ценный этот инструмент. Итак, чтобы оценить точность получаемых значений числа А, назовем его А1 в этой таблице, необходимо вычислить его на реальных тиражах из архива и посмотреть статистику ошибок. Пример такой тестовой таблицы приводится справа. На ней приведена случайным образом выбранная часть архива тиражей, вот видите, от 9048 до 9083, с указанием реального числа А, вот оно в первом столбце, и вычисленного числа А1, предсказанного, вот оно здесь, выделено оранжевым. И рядом вы видите ошибка, столбец с ошибками, где зеленым выделена минимальная ошибка, то есть от нуля до единицы. Вы видите, таких предсказаний с минимальной ошибкой достаточно много. Вот такой принцип определения точности результата. Теперь посмотрим на полноценную статистику из нескольких тысяч комбинаций, из архива лотереи 5 из 36. Вот мы взяли статистику из 11673 тиражей, и на основании этой статистики ошибок сделали такую слобную таблицу. Вы видите, что максимальная ошибка была от минус 16 до 17, такой был разброс ошибок. Вот в процентном выражении, как распределялись эти ошибки, вот в числовом выражении, как они распределялись. Вот мы выделили сюда центральную часть, и вы видите, что в диапазоне от 2 до минус 2 около 50% случаев будет приходиться на этот диапазон. То есть в эту группу попадает почти половина всех вычислений, что достаточно неплохо. То есть в половине, то есть каждый второй ответ попадет вот сюда, в эту категорию, от 0 до 2. И около 35% случаев в этом количестве случаев ошибка составит плюс-минус единиц. Что еще лучше? То есть почти третья часть всех вычислений будет ошибка плюс-минус единиц. А вот график распределения ошибок вычисления 5 числа по каналам для тех, кто любит визуальные образы. Вот так вот оно выглядит. Вот смотрите, то есть вот здесь вот будут находиться как раз вот эти вот 30% ошибок, 35% ошибок плюс-минус 1. Вот здесь вот чуть больше будет находиться как раз вот этот 50% ошибок. Вы видите, достаточно четкий график с четким таким фокусом около нуля. То есть максимальное количество ошибок находится здесь, то есть минимальные ошибки, то есть максимальное количество угадываний, короче говоря. Итак, что же представляет из себя уже готовый калькулятор 5 числа комбинации, который вы можете заказать у нас? Он представляет из себя файл в формате Excel, который позволяет вам вычислить 5 число для необходимого количества комбинаций, которые вы планируете вставить в игру. Он содержит как построчный формат вычислений, так и матричный мини-вариант. Вот построчный, вот он так выглядит. То есть вот 5 каналов, да, и вот строки. Их много идет дальше вниз. Соответственно, вы вбиваете сюда нужное количество комбинаций и смотрите, какой будет ответ. Этот вариант удобен в том случае, если вы хотите посчитать 5 число у множества комбинаций по тем или иным причинам, может быть статистику хотите какую-то посмотреть или определить для себя, провести какое-то исследование и так далее. И также существует мини-вариант матричный, который хорошо использовать, когда вы хотите посмотреть на одну комбинацию с 5 разных точек зрения. То есть вот вы берете один набор цифр и просто играете с ними, смотрите, что будет, если расположить его вот сюда, в эти каналы, расположить вот так, вот так, вот так. И вы в этом случае видите картину, которая у вас получается на основании одного и того же набора. Итак, как применять полученные знания? Мы с вами рассмотрели еще один инструмент, который можно использовать для увеличения шансов на победу. Нашей задачей было не просто показать, как он работает, но и пояснить принципы его изготовления. Теперь вы можете самостоятельно сделать такой инструмент, следуя нашей логике. Еще раз коротко напомним основные шаги этого алгоритма. Первое. Упорядочиваем числа в архиве тиражей по возрастанию. Второе. Вычисляем коэффициенты корреляции между числами в каналах А, Б, С, Д и Е. Третье. Определяем уравнение, описывающее взаимосвязь чисел в каналах. Четвертое. Собираем общую формулу для вычисления каждого числа А, Б, С, Д, Е. И, наконец, проверяем распределение ошибок и калькулятор n-ого числа комбинаций готов. Почему n-ого числа? В зависимости от разных лотерей будет разное число. Итак, если у вас нет желания разбираться с данной информацией, но есть желание воспользоваться уже готовым калькулятором для 5 из 36 стола, то вы можете приобрести его у нас. Подробности вы найдете в описании к этому видео. Также вы можете заказать нам изготовление такого калькулятора практически для любой интересующей вас лотереи, обратившись по адресу support.epicurica.com До следующих видео, дорогие друзья, присылайте вам возможные темы для дальнейших видео на адрес support.epicurica.com Будем рады помочь вам с анализом и прогнозированием лотерей. Подписывайтесь на наш канал, делайте репосты, ставьте лайки, ну и заходите на наш сайт. Всего доброго, счастливо!